Здравствуйте, меня зовут Алина Ваалина, я студентка третьего курса юридического факультета. И я хотела бы задать вопросы, связанные с государственной сдачей в Светсунде и закон об апартаментах, вызвали очень бурную реакцию в обществе, не только со стороны оппозиции, но также со стороны молодежи, научной и общественной интеллигенции, различных экспертов. Однако, несмотря на очевидный перевес общественного мнения, со стороны власти создается впечатление, что это мнение не отражается, и создается впечатление, точнее, что мнение народа власть не интересует. Поэтому я хотела спросить, на какой стадии находится решение этих вопросов, ломбируются ли они, продвигаются в департаменте. Как вас будет? Алина. Как ваша стабилия? Алина. Вы учитесь на комфакультете? Юридическом. На комфакультете? Третий. Ну, знаете как, для того, чтобы знать мнение народа, как вы сказали, необходимо провести референтум. Есть определенное настроение, есть разные точки зрения, а есть реальная жизнь, есть практика реальная. Что касается присутствия государственной дачи, речь не идет о передаче Российской Федерации земли, речь идет о передаче им собственность зданий и сооружений, которые стоят на этой территории. Речь идет о необходимости осуществления реконструкции и капитального ремонта этих зданий и сооружений, им более 60 лет. Вы, наверное, знаете, что в управлении, в бессрочном, безвозмездном управлении, эти объекты находятся в управлении Российской Федерации. Руководство России обратилось к нам с просьбой с 2009 года, они ставят с определенной периодичностью вопрос, с просьбой о передаче этих зданий и сооружений им собственности. Этих зданий и сооружений там около 4 тысяч квадратных метров, 4 тысячи квадратных метров. Это вопрос не только правовой, он еще и политический. С учетом того, что мы частично признанная страна, с учетом особых взаимоотношений с Российской Федерацией, с учетом того, что на этой государственной даче неоднократно бывал президент России Владимир Путин и намеревался там бывать, они попросили передать им собственность, по их законодательству. Они не могут осуществлять капитальные вложения за границей, за рубежом, не на территории России, если объект не является их собственностью. Он хотел сделать там, добирается делать резиденцию современную для своих нужд. Я считаю, будет правильно пойти ему навстречу. И я думаю, что большинство граждан так будет. Мне так кажется. Поэтому эта работа идет на самом деле. От этого очень многое зависит. Год пришел данный вопрос. Там территория огорожена более 65 лет. Если мы говорим о сохранности природы, Пицунская сосна, которая иногда болеет, там она себя чувствует лучше, чем где-либо в другом месте. Только там удалось сохранить сам Шит Пицунский, везде он выгорел у нас. Поэтому тут такая история, молодые люди. У нас особое отношение с Россией. Скажите, сколько здесь присутствующих не имеет российское гражданство? А вот видите-ка, тут нара человек 400, человек 30, гражданство российское не имеет. А что такое гражданство? Потом, в последнее время, я забыл ваш имя, как? Аинда. Вот специально выбрасывается такая информация, хотя наши взаимоотношения с Россией и народ России поставили на один уровень, например, с государствами европейскими, которые нас в городе видят. Русский человек нам близкий человек, мы сейчас общаемся на русском языке. И окно в мир у нас сегодня только через Россию. Вот недавно были выборы руководителя Федерации Кавказских в Турции. Наши ездили, принимали участие. Коммуникации с Турцией происходят по каким паспортам? По российским паспортам. Вы гражданка России? Я родилась в Российской Федерации. Паспорт есть? Конечно. Есть у вас. Это близкие нам люди, это родные нам люди. И нам вместе выживают. Сегодня в мире происходят очень опасные явления. На европейском континенте идет война крупномасштабная. Такой войны не было после окончания Второй мировой войны. И все ополчились против россиян. Мне кажется, что нам нужны, нам необходимы, нам необходим союз в России. И в таких вопросах мы должны идти навстречу нашим российским партнерам.